Дальше, восьмерочка. Восьмерка или эйд. Значит, так травяной комплекс назван, потому что в составе 8 трав. Значит, ну, за 7 лет работы я видела разные варианты применения. Почему-то мужчины начинают принимать восьмерку, да? То есть, ну, я, честно говоря, не очень понимаю, почему. Причем, при том, что у нас есть комплекс с валерьяной, вообще формула создана для женщин. И особенно для регулирования нервной системы женщины, именно женщины, и именно нервной системы. И в частности, ее такой сложной части, которая называется вегетативная нервная система. То есть, это вегетокорректор. Это аналог грандоксина из аптеки. Есть в аптеке препарат грандоксин. Его обычно рекомендуют женщинам, ну, с неврозами, с менопаузами, с приливами и так далее, да? Вот это аналог. Ну, то есть, аналог по действию. Ой, грандоксин – это химический препарат. Шикарная формула, шикарная формула, но момент такой, опять в составе плоды каенского перца. То есть, опять мы этот комплекс едим только в середине, ну, с пищей, да, в серединке пищи. То есть, она убирает приливы очень хорошо в менопаузе и затянувшейся постменопаузе. Она снимает тревожность и агрессивность женщины, именно которая связана с разбалансировкой гормонального фона. За счет регулирования действия сосудистого тонуса, вот, немножко может снижать давление. Ну, а, соответственно, вот шишки хмеля, порень валерьяны, они успокаивают. Значит, максимальная дозировочка восьмерки, ну, до которой можно ее догнать, чтобы посмотреть эффективность, да, потому что вначале, если у женщины приливы и вообще какая-то такая вот она вся возбужденная, агрессивная, то в первые два дня, даже недельку, может быть, не тот результат, которого прям хочется ожидать, чтобы все улыбались, были спокойны и жизнь прекрасна, да. То есть, до восьми капсул, то есть, по две-четыре раза в день. Она не дает снотворного эффекта, то есть, можно за рулем спокойно ездить, быть. Ну, соответственно, вопрос приливов решается, конечно, не только одной восьмеркой. То есть, запомните, что это женская формула. То есть, не надо ее давать мужчинам, ради бога, потому что там в составе, если вы видите, да, Ну, это-то да, у мужчины это разное бывает. То есть, там травки, которые содержат фитоэстрогены, поэтому лучше вот не надо. Итак, мужчины эстрогенов наедают с пивом, с сосисками и с пельменями, то есть, куда нам тут еще восьмерки эстрогены отдать, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...